В эфире итоговая информационная программа в студии Алена Куколева. Здравствуйте! О событиях этой недели вам расскажут наши авторы. Смотрите в этом выпуске. Качество водоснабжения некоторых районов города может резко ухудшиться совсем скоро. На рязанских рынках с прилавков исчезла свинина. Парковки в центре города по-прежнему остаются без внимания префектуры. И в Рязани пройдет открытый чемпионат вооруженных сил России по боксу. В начале недели с прилавков центрального рынка исчезла свинина. Из-за риска заражения животных африканской чумой, ветслужбы города запретили мясо к продаже. Вспышка АЧС сразу в 18 районах области стала причиной запрета на торговлю на всех розничных точках. Больше всего предпринимателей волнует тот факт, что на дворе шашлычный сезон. И финансовые потери для многих стали просто непосильными. На текущий период времени все арендаторы мясных охлаждаемых столов занимаются продажей свинины. Так как вышел запрет о реализации свиной продукции на рынке ООО «Сфера», больше половины продавцов от нас ушло и, соответственно, мы потеряли постоянных покупателей. Хотя торговля свининой производится во всех торговых точках города Рязани. Я вот здесь отработала 25 лет. Я никогда такого не видела, чтобы такое было. Да, действительно, на первый раз, потому что технологично все оборудование. Во-первых, у нас мясо домашнее возят. У нас все проверяется, все кругом, все допускают. Покупатели от нас уходят, потому что они привыкли покупать у нас полный ассортимент свинины, говядины. Вы посмотрите, у нас пустые места вокруг. Народ, естественно, вот он подходит, плечами пожали, ушли. Конечно, нам это очень тяжело. А вот скажите, пожалуйста, сколько примерно по денежкам теряете за один день без свинины? Ой, ну это много. На территории рынка имеется собственная ветлаборатория. Трудятся в ней высоко квалифицированные специалисты. Забор проб мяса берется ежедневно. И возможность попадания на прилавки зараженного вирусом АЧС мяса полностью исключена. Ветслужбы города Рязани ставили нам запрет, руководствуясь постановлением от 21 ноября 1980 года. То есть это еще было при СССР. Тогда не было понятия торговый центр, было только понятие базар. Пока руководство рынка письменных ответов на свои запросы не получило. Но вот устный комментарий от представителей регионального правительства нам все-таки удалось заполучить. Есть однозначный запрет на торговлю свининой и продукции свиноводства на рынках. По поручению губернатора Рязанской области в настоящий момент нашими специалистами разрабатываются дополнительные механизмы, которые позволили бы реализовывать прошедшую контроль, продукцию и свиноводство без нарушения действующего законодательства. Например, если собственники рынков смогут организовать отдельные торговые площади, и такие павильоны не будут относиться к рынкам, то можно торговать и свининой, и продукцией свиноводства. Как скоро арендаторы смогут занять лотки свининой, точно неизвестно. Но понятно одно – убытки, понесенные предпринимателями, возмещать никто не будет. Согласитесь, мало кому такое вообще может понравиться. Губернатор Олег Ивалев поручил организовать дополнительные торговые места для продажи свинины. По его словам, в регионе будут организованы точки продажи здорового мяса. Нам уже понятно, как действовать. Надо просто сейчас провести вот эти действия с тем, чтобы нам подойти объективно, и чтобы обеспечить и производителям возможность торговли, и покупателям возможность приобретения здоровой, качественной свинины. Стихийные парковки в центре Рязани по-прежнему остаются без внимания префектуры. Напомним, на улицах Радещевой и Проволыбецкой планируется создание первой платной парковки. В настоящее время на этих улицах завершено проведение работ по ремонту дорожного полотна. Примечательно, что открыть парковку городские власти планировали 1 июля. Но пока что он остается по-прежнему беспорядочный. В центре Рязани решено развивать платные парковки. Всего на карте города можно найти около 50 участков, где предлагается поставить автомобиль под охрану за деньги. Но все они частные, в будущем должны появиться и муниципальные. В конце прошлого года Рязанская городская дума внесла изменения в порядок создания и использования парковок, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования. Депутаты утвердили максимальный размер платы за пользование платной парковкой не более 35 рублей за час. Одной из болевых парковочных точек города является улица Проволыбецкая. Показательным действием было объявление городскими властями конкурса на ремонт под парковку Проволыбецкой. На сайте госзакупок были размещены конкурсные условия. Начальная цена контракта составляла почти 4 миллиона рублей. Ввести здесь требования оплаты планировалось с 1 июля 2016 года. Но, как можно видеть сегодня, для этого не сделано ничего. А та разметка, что на днях была нанесена на новый асфальт, привычно игнорируется самими автовладельцами. Так и продолжаем мы хаять друг друга нещадно, паркуясь неправильно, так как парковаться негде. А между тем госуправленцы пошли таки навстречу гражданам. У каждого автомобилиста сердце начинает биться сильнее, когда он видит, как вдруг его автомобиль грузит на эвакуатор. А что уж говорить о ритме его сердца, когда он вернулся к месту, где припарковал машину, а там ее нет. Новый закон позволяет забирать автомобиля со штрафстоянок без предъявления документов об оплате расходов по их перемещению и хранению. Эти услуги будут оплачены позднее, вместе со штрафом за неправильную стоянку. Остаться без чистой воды – возможно, самое страшное, что может случиться с человеком. И если раньше люди могли переселиться на новое место к чистому руднику, то сегодня это уже невозможно. Но вместо того, чтобы серьезно задуматься о том, как сохранить каждый водоем и родник, люди продолжают губить то, что нам дает природа. За примерами далеко ходить не надо, и задействовать строителей в Рязани под угрозой исчезновения популярные родники. И это только полбеды. Качество водоснабжения некоторых районов города может резко ухудшиться совсем скоро. Подробнее в следующем материале. Окраина города – зеленый уголок в конце микрорайона Дашково-Песочня. Одно из немногих мест города, где чистый воздух сочетается с уникальной природной местностью. Здесь не один десяток лет живут дачники. Некоторые круглый год. Сюда любят приезжать и горожане. Причина тому – родники, которые бьют в овраге, вдоль которого в свое время и был разбит дачный массив. К роднику местные и приезжающие относятся с особым уважением. Облагораживают и заботятся о его сохранности. Вода в нем чистая, люди оценили ее достоинство уже давно. Некоторые даже приезжают за ней, чтобы купать своих детей. Вот только сегодня качество воды из родников оказалось под угрозой. Причина тому – это труба, которую строители вывели прямо в овраг. Уже несколько лет совсем рядом ведется застройка жилых домов. Большие многоэтажки буквально нависают над садами и огородами. До сегодняшнего дня дачники уживались не по дням разрастающимся городским соседам. Пока этот самый сосед не стал угрожать их здоровью. Проложена канализация, где будут сливаться ливневые и канализационные воды в овраг, где мы питаемся все три товарищества с СНТ «Тепличный», Людмила и Овощевод. Вот питаемся все этой питьевой водой. Другой альтернативы питьевой воды у нас нет. Теперь вот началась у нас стройка. Началось с того, что вот здесь начался весь грунт, который идет со стройки. Начали сюда вот у нас все затаскивать. Вот видите, весь лес порубили. Участки вот здесь вот начали точно так же рубить. А теперь уже ливневку пустили. Вот вы видите, это ливневая канализация. А что такое ливневая канализация? Это вся вот эта вода, которой грязь, она будет поступать у нас вот в наш овраг. И вся Дашкова песочня, и даже я знаю, многие люди приезжают на автобусах, и за этой водичкой. Водичкой необыкновенной у нас даже брали анализ. Вот какой-то у нас депутат был хороший, он у нас брал анализ воды. Там даже серебро обнаружили. В общем, вода прекрасная. И если, конечно, вот это все чудо у нас отнимут, мы просто не знаем, как мы будем выживать. А здесь дальше идет это в речку. Речка попадает в Дядьковский затон. А Дядьковский затон идет в Аку, где чуть ниже по течению идет Новоселоковский водозабор. И все эти фекалиные отходы будут попадать как раз нам в питьевую воду напрямую. О том, что здесь ведутся работы, люди узнали, когда и днем, и ночью стали слышать шум работы трактора. Буквально за несколько дней труба для будущего слива оказалась под землей. А вот что стало с некогда зеленым лесом. Еще недавно здесь росли деревья и кустарники. Теперь они выкорчеваны под ногами грязь и глина. И повсюду следы машины. Более тысячи дачных жителей теперь не знают, что делать и кто им поможет в их задаче спасти родник. Но на отчаяние времени нет. Уже сегодня готовы письма и собраны подписи в администрацию города, региональный Роспотребнадзор и управление по общественному порядку и безопасности. Мы же, в свою очередь, продолжим следить за тем, как здесь будут развиваться события. В самом центре Рязани, на улице Павлова, расположен дом, с первого взгляда на который с трудом верится, что в нем живут люди. У постройки большая история. До революции она использовалась как конюшня и мукомольня. Анна Ярцовская узнала, как в эпоху капитального ремонта и переселения из аварийного жилья здесь выживают люди. Не вытяжек нет, вентканалы вообще не сделаны. Этот дом построен самостоятельно. Хозяином до 1917 года, как указано на техническом паспорте, не соблюдены все строительные нормы. Вся эта постройка выглядит в целом как карточный дом с многочисленными пристройками. Кстати, одна из которых не так давно была куплена семьей с детьми за 1 миллион 200 тысяч рублей. Последняя инвентаризация этого дома была проведена в 1989 году. Тогда был вынесен вердикт, дом изножен всего на 40%. Вот, смотрите, вот где износ. Итого 39% внизу. Нормально больше 100 лет дому? По словам жильцов, их дом не относится ни к одной управляющей компании. Они считают, что, скорее всего, он закреплен за администрацией города. По этой причине жителям приходится вызывать частных сантехников и электриков. Последние и вовсе опасаются производить какой-то ремонт в доисторических щитках. Ведь некоторые части дома деревянные и могут загореться. Стоит сказать, что это также столетние бревна. Стена просто промерзает насквозь. Слой иния. Видите, оно не обшито ничем. Бревна не обшито ничем. Снутри просто сухая штукатурка. Все, обоими мы залепили. Все на этом. В такие стены жильцы не могут поставить и новые окна. Бревна начинают разрушаться от этого. С каменными все же попроще. Деревянные лестницы тоже являются проблемой. В них дыры, они шатаются, гниют. Но даже в тех подъездах, где лестницы каменные, есть свои нюансы. Подъезд, где подъезд? Куда входить? Вот, все, оторвано. Лестничной площадки тоже нет. И сразу с улицы люди попадают к себе в квартиры. Сами делают пристройки в качестве подъезда. Ремонт стен, крыши, полов. Там везде дыры. Соседи могут переговариваться друг с другом через них. А пол первого этажа – это и вовсе деревянные доски, лежащие на обычном грунте. Подвалов, фундамента тут нет. Вода после дождей через землю попадает в квартиры. Нас включили в ремонт на 31-й год, на капитальный ремонт. Я не знаю, мне кажется, это просто издевательство. И это при том, что жить здесь просто опасно. Те, которые что-то освещают и фотографируют, они приехали и уехали. Их не осудишь, они правы. Они хотя бы им большое спасибо, что они высвечивают эту программу и дают понять, что посмотрите, посмотрите, обратите на этих людей внимание. Но никакого внимания со стороны никого. Одни письма только. А мы живем, мы остаемся жить. И поэтому за дня в день, даже в моей квартире, сейчас, правда, поутихло, а то вот в этом крыле, в левом глубоком, где связь с соседкой, у меня идет обрушение стен, осыпаются. И я даже вот когда поначалу вот пригибалась, потому что я боялась, думаю, сейчас, может быть, это и все рухнет. Много лет жители этого дома борются за свои права. Сейчас они хотят подать все необходимые документы в администрацию города до конца июля, чтобы власти занялись их расселением, поскольку смысла в ремонте дома жильцы уже не видят. Для этого нужно признать дом аварийным с помощью независимой экспертной организации. Это бремя ложится на самих жильцов, чем они сейчас и занимаются. Оконная фирма «Экопласт», которая обманывала рязанцев, прекратила свое существование уже несколько месяцев назад. Рязань – не единственный город, где остались обманутые заказчики. Фирма в Ростове-на-Дону, Москве, Саратове – реклама, громкое открытие, прием заказов и сбор денег, а затем резкие перебои с поставками, внезапное исчезновение. Возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по статье «Мошенничество». Доказано полторы тысячи фактов обмана. Семья Крупуновых устанавливала окна на даче дважды. Первый раз оплаченные окна супруги так и не увидели. Оконная фирма, которой они заплатили ни много ни мало, а именно 80 тысяч рублей, ушла в подполье. В том году они нам окна вставили, и я довольна этими окнами. Решили вставить второй раз, и получилась такая ситуация, что ни денег, ни окон, и нет этой организации. Самое главное – обидно. Они приехали замерять, они на даче все разломали, все покидали. И никаких результатов, просто обидно. И нам сейчас, у нас дочь родила, ребенок маленький, и мы на дачу пришлось в другой фирме заказывать окна, еще деньги платить, чтобы ребенка вывезти на лето на дачу. Вообще кошмар. И концов не найти. Как будто мы живем не в российском государстве. Мы остались беззащитны, и все, не только мы, а все. Супруги станут не первыми и не последними пострадавшими, кто остался без окон и денег. Только в Рязани жертвами мошенников стали более 60 человек. Пришли, замерили, тоже расковыряли. Но я думаю, я за наличку не буду, я лучше в кредит возьму. Потихонечку буду оплачивать. Прошел две недели, прошел месяц, пришла сюда. А тут написано, здесь работают мошенники. Так, кредит я оформила на 25 тысяч. Кредит на 30 тысяч, у меня два окна вышло. Я заказала их 17 декабря. Пришла я сюда, значит, звонила периодически, мне сказали, то в Москве на заводе оборудование меняют, подождите, вот у нас такие задержки, мы вся задолженность, вот эти вот, неустойку выплатим, то в Ставрополе там что-то машины, в общем, не привезли, доставку, короче, это самое. А когда я сюда приехала, мне девушка уверяла, что поставим. Потом через некоторое время опять это прошло, может, неделя-две я приезжаю, здесь уже написано на дверях, вот у меня в телефоне есть вывеска. Здесь работают мошенники, обращайтесь в полицию. В полиции нам прислали вот такие вот постановления о том, что отказать в возбуждении уголовного дела. Вот сколько людей здесь пострадало. Города, где недобросовестная фирма оставила свой след – Москва, Ростов-на-Дону, Саратов. Уже несколько месяцев как рязанский офис компании закрыт. Люди написали заявление в полицию, но надежды на то, что им вернут деньги, почти нет. Счета фирмы пусты. Стоит направить претензию по адресу нахождения данной организации, насколько я знаю, она зарегистрирована в Волгодонске, и в дальнейшем, в случае не получения даже ответа, у вас есть шансы для обращения в суд. Главное, чтобы эта организация работала, и в дальнейшем предъявление иска заставит, наверное, обратить внимание на данную проблему. Взыскание убытков можно требовать, компенсация морального вреда. Если будет нарушен добровольный порядок, то вы в праве, уважаемые потребители, в праве требовать взыскание штрафа в размере 50% от всех присужденных сумм. Фирма действовала по отработанной схеме во множестве городов. Но лишь в Волгодонске дело довели до суда. Как теперь людям вернуть потраченные деньги, а главное, помогут ли им в этом правоохранительные органы, пока остается под вопросом. В России активно собираются подписи под петиции, призывающие отменить пакет Яровой, который может иметь разрушительные последствия для экономики страны и принести вред российским гражданам. Большая часть законодательных предложений депутатов вступит в законное право 20 июля. Поэтому, как говорят противники закона, именно сейчас стоит осознать его губительные последствия и не допустить реализации. 7 июля Владимир Путин подписал так называемый пакет Яровой. В этом пакете содержатся поправки к десяткам законов, которые расширяют полномочия государства, ужесточают контроль над жителями страны и ограничивают права, гарантированные гражданам Конституции. Содержание документа вызвало широкий резонанс в обществе. Например, в пакете Яровой появился пункт, обязывающий операторов сотовой связи и интернет-провайдеров хранить содержание всех интернет-СМС-переписок и телефонных звонков в течение трех лет. Мы считаем, что подобный законопроект нарушает конституционные свободы граждан, которые предусматрены. Помимо этого, операторам связи потребуются значительные вложения для того, чтобы формировать эти дата-центры, где будет храниться подобная информация, развивать эту инфраструктуру. Потребуются огромные затраты. Некоторые операторы уже посчитали, что затраты на обустройство дата-центров сходны в выручке за несколько лет. В связи с этим возможно увеличение абонентской платы за услуги связи примерно в 2-3 раза. Против нового закона выступили крупнейшие российские интернет-компании Mail.ru и Яндекс. По стране прокатилась волна митингов с требованием отменить прозванный СМИ пакет Яровой. На сайте Change.org создана петиция об отмене пакета Яровой. Каждый желающий может подписать ее. На данный момент ее подписало более полумиллиона человек. Когда петиция перешагнет порог в один миллион подписей, ее направят в Европейский суд по правам человека, председателю правительства и президенту Российской Федерации. В Рязани пройдет открытый чемпионат вооруженных сил России по боксу. В конце июля на территории десантного училища будут состязаться около 150 лучших спортсменов. Еще в прошлом году главный командующий ВДВ Владимир Шаманов заявил о необходимости воспитания боксеров-десантников, которые будут представлять Россию на Олимпийских играх. В результате было принято решение о создании двух центров по подготовке в Рязани и Омске. Увидела, как готовятся к соревнованиям в десантнике Оксана Тебенихина. На территории училища ВДВ проводятся учебно-тренировочные сборы команд воздушно-десантных войск. Также присутствуют и спортсмены сборной ЦСКА. Идет подготовка к чемпионату вооруженных сил по боксу, который будет проходить на этой же площадке с 27 по 31 июля. Чемпионат вооруженных сил проводится на призы олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта, заслуженного тренера России Александра Левзика. Турнир этот проводится под таким названием второй раз в Рязани. Вообще Рязань проводит уже чемпионат вооруженных сил уже шестой раз. Но на призы олимпийского чемпиона нашего Левзика, то есть второй раз мы проводим. Бойцы, выигравшие этот турнир, завоюют путевку на чемпионат России. В прошлом году в чемпионате приняли участие 105 человек. Сейчас количество спортсменов возросло. Заявки подали 150 боксеров. Все они имеют непосредственное отношение к воздушно-десантным войскам. Чемпионат набирает популярность, набирает силу. Практически все хотят участвовать в этом турнире. Ну и соответственно идет возрождение бокса, будем так говорить, вооруженных сил. Это участники со всей России съезжаются. Это идет отбор сильнейших боксеров, от видов, родов, войск. Поэтому здесь будут участвовать сильнейшие боксеры вооруженных сил. Сейчас спортсмены интенсивно готовятся к чемпионату. Так сказать, доходят до спортивного пика. И в этом им помогает целая команда тренеров. Все настроены, чтобы победить. Это же лицензия. Тут же два в одном. Это, во-первых, на призы олимпийского чемпиона, где присваивается мастер спорта России. И второе, что он получает путевку, лицензию на чемпионат России. И там уже будет, как говорится, дальнейшая его карьера. Бокс – спорт настоящих мужчин. А соревнования по боксу среди представителей вооруженных сил – это двойная отвага. Так что пожелаем спортсменам удачи. Летом в сезон отпусков хочется быть поближе к воде, загорать на пляже и наслаждаться прогулками. Однако многим такой отдых надоедает через пару дней из-за своего однообразия. Когда появляется потребность в острых ощущениях, подойдет такой вариант развлечения, который содержит в себе долю экстрима. Если отпуск еще не скоро, а офис хочется сменить, не выезжая с города, на незабываемый отдых и купальник, достаточно побывать на вейк-станции. Здесь рушатся стереотипы о том, что Рязани – унылый областной центр, в котором летом нечего ловить. Чтобы поймать волну, теперь не обязательно лететь на Гавайи. Вейкбординг – молодой вид спорта, который объединяет в себе серфинг и водные лыжи, теперь уже и в Рязани. Как покорить стихию – узнаем у профессионалов. Адреналин, драйв, позитивные эмоции и, в конце концов, прилив эндорфинов обеспечены тем, кто рискнет и попробует этот экстремальный вид спорта. В Рязани движение любителей «Покорить местную воду» при помощи вейка существует относительно недавно, но уже зарекомендовала себя как отличный способ развлечься в жаркий летний день. Просто ты когда качаешься, ты не думаешь ни о чем. У тебя никакие тебя не волнуют, ни проблемы, твои какие-то заботы. Ты все, ты без мыслей просто едешь над водой. Ну, неописуемые чувства. Очень классно. Покажете? Да, обязательно, конечно. Евгений – инструктор по водным лыжам, сноуборду, скейту и серфингу. Еще недавно он работал в Египте в лагере вейкборда, но с закрытием этого туристического направления переехал в Рязань и теперь рассказывает о технике катания желающим освоить водный спорт рязанцам. Сюда на Орешек приходят люди разного возраста, чтобы попробовать себя на прочность и равновесие. И опытный тренер всегда готов показывать новые трюки и рассказывать о технике их выполнения. Ну, классно, потому что, допустим, в спортзал ходить скучно, оттягать железо, все. А здесь ты получаешь удовольствие и в то же время у тебя идет физическая нагрузка. А когда учишь какие-то трюки новые, получается, дело – это чувство прогресса, не знаю, неописуемо, непередаваемо. Когда ты пытаешься, ты делаешь – падаешь, падаешь, падаешь. Вот, наконец-то, получается. То есть, как бы, очень здорово. Прыжок, полет, все остальное – не важно. Главное – это дружить с водой, а не пытаться ее покорить, говорит инструктор. С ним полностью согласен Михаил. В свои летние каникулы мальчик приходит сюда каждый день. Сегодня я буду кататься только для вас. Мой девиз – сделай все, а потом еще. Все, что необходимо новичку – это минимальные навыки равновесия. Опытные векбордисты говорят, что для начала вполне хватит освоить правильное вставание и развороты. Всего за полтора месяца Миша освоил технику и уже выполняет первые трюки. Ну, мне очень понравилось. Это было довольно-таки круто. Хотя, научиться поворачивать – это, на самом деле, было для меня не очень легко. Мне очень нравится кататься. Я прихожу сюда практически каждый день. Иногда даже с друзьями приезжаю. Ну, это непередаваемо. Если вы хотите освежиться в жаркий день, подтянуть тело и получить незабываемые эмоции, то вам сюда – на необычные водные процедуры. Кстати, до обеда кататься дешевле, чем вечером. Если вы, конечно, экономите на хорошем настроении. Такой была эта неделя. Я напоминаю, что все новости вы можете увидеть на нашем сайте. Город62.тв Мы прощаемся с вами до понедельника и хороших вам выходных. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!